Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Очень рада, спустившись с гор на землю, ворваться в эфир после Александра Грищука и Марии Емельяновой, рассказать вам о лучшей партии второго тура. Как я смотрю, партии, туры вообще проходят очень интересно. В принципе, от турнировой конзы ждешь такого большого количества событий, так как параллельно с турниром главным идет еще турнир претендентов на главный турнир и, соответственно, очень много интересных партий, новинок, ходов дня, зевков дня. Но сегодня поговорим о партии дня. И в этой номинации во втором туре побеждает встреча чемпиона мира Магнуса Карлсона с Анишем Гири. Магнус играл белыми и давайте быстренько посмотрим, что же произошло в этой партии. Д4. Ход ферзевой пешки. Пока лидирует закрытые начала, надо сказать, в первых двух турах, особенно в турнире Мастерс, только две, кажется, партии были открыты ходом королевской пешки, а все другие партии открывались закрытыми началом. Ну что же, эта партия тоже закрытым началом под названием Каталонская. Была открыта g3, слон е7, классический каталонский вариант, слон g2, 0, 0, 0, 0, dc. И здесь Магнус не пошел в какие-то теоретические дискуссии основные, которые вокруг ходов ферзь c2 и конь е5 все-таки ведутся. Сделал ход конь а3. Что интересного я обнаружила, когда готовила этот обзор тура? Что ход конь а3 достаточно редко встречается, но это в партиях Магнуса, в принципе, как раз достаточно частое явление. Он пытается по возможности уйти с проторенных дебютных дорожек. Но что интересно, что в тех немногих партиях, в которых белые предпочли этот вариант, слон а3, ба, слон d7, вот в этой именно позиции Даниил Дубов белыми играл с Веслисо год назад, 14 марта 2021 года. Он отстаивал этот вариант и что-то говорит мне о том, что и сегодня Магнус Карлсон сыграл так во многом благодаря работе с Даниилом. Но это только мои предположения. Как я уже отметила, Дубов играл этот вариант, предпочел здесь ход конь е5 и впоследствии проиграл против Веслисо. Причем Веслисо отстаивал эту позицию дважды, чуть несколькими месяцами позже с ним же уже Ле Куанг Лием сыграл ферзь c2 и тоже проиграл. Но что сказать про эту позицию? Вот таким вот странным несколько развитием коня на край доски. Можно сказать, что белые спровоцировали черных на размен на а3, слон а3, ба. С одной стороны испортилась структура, мы видим сдвоенные пешки, но с другой стороны не стоит забывать, что каталонскому слону на g2, сильному слону, который стреляет по большой диагонали, добавился и его коллега, у которого после размена на а3 уже нет оппонента. Белые играют на двух слонов, они не обращают внимания на пешечные слабости, которые сейчас на доске, и надеются, что инициатива окажется важнее материала. А4. Уверена, что этот ход был домашней заготовкой. Слон d7, слон c6, стандартный перевод, который черный в каждой из партий, которые я обозначила, уже осуществляли. И в этой партии мы тоже этот перевод увидели. Слон черных становится также на большую диагональ, чтобы несколько нейтрализовать силу слона g2. Слон a3, белые разбили слона на a3, ладья e8, и здесь белые напали на пешку на c4 путем кода ферзь c2. Идея белых в том, что если черные начнут жадничать и защитят пешку на c4, попробуют ее удержать ходом слон d5, то как раз слон d5 защищает пешку на c4, но занимает очень неустойчивое положение. И после ладья fe1, сильной угрозой e4, слон попадет в конце концов под удары белых пешек и фигур, и черные окажутся в очень такой неприятной ситуации. Поэтому жадничать черным здесь не следует, и Анишкири в принципе правильно все сделал. Конь bd7, он переводит коня на b6. Сейчас, если белые побьют на c4, последует конь b6, поэтому белые не торопятся с взятием на c4, а делают усиливающий ход ладья ac1. Что делать черным? Ход ладья ac1. Белые уже где-то хотят на c4 побить, и вот это давление по ленице использовать. Если здесь сыграть конь b6, то белые пойдут a5, соответственно, черным пока коня на b6 выводить рано. И черные тоже делают полезный ход, они ходят a6. Ход a6 уже создает идею укрепить пешку на c4 ходом b5. То есть уже у черных есть угроза сыграть b5, именно поэтому белые в какой-то мере должны побить на c4. Следует ферзь c4, конь b6, и здесь очень интересная позиция. Здесь Магнус Карлсон впервые за партию задумался на 15 примерно минут. Очень много возможностей у белых. Куда пойти ферзем? Александр Грещук во время партии комментирует оппозицию, уже рисовал возможные стрелочки с отступлением ферзя. Такая вот роза ветров получается. В принципе, каждый ход возможен, у каждого есть свои плюсы, достоинства и недостатки. Магнус Карлсон избрал отступление ферзя на c3. Интересным было и отступление на b4, и на d3. В принципе, тип позиций примерно один и тот же возникал. Стоит отметить, что после ферзь b4, конечно, конь a4 уже невозможно в виду ладья c6. Поэтому черным на a4 лучше забирать слоном слон a4. И вот здесь что делать с белым? В каких-то вариантах, которые я двигала и смотрела, получаются очень похожие на позиции на то, что случилось в партии. Если белые, например, пойдут ладья f1, они ожидают хода слон c6, чтобы пойти ладья bc6. Но у черных есть ход a5. И опять же ферзь должен уходить на b1. Сложная позиция с компенсацией у белых. Ну и за достаточно хорошей игрой у черных. Вместо ферзь b4 еще можно пойти. Ферзь d3, опять конь a4 здесь невыгодно. Когда ферзь стоит на d3, когда он держит пешку d4, конь a4 ходить невыгодно, так как это жертва на c6. Выигрывает в силе. Здесь уже нету ферзь бьет d4, который мы увидим в партии. Поэтому черным приходится бить на a4 слоном. Слон a4 вновь ладья f1, как одна из возможностей. Ну и вот какие-то такие похожие варианты на партию могли случиться. Один к одному. Практически с той разницей, что ладья на e1 стоит. Но возвращаемся. Возвращаемся к партии. Сложная позиция. Магнус избрал достаточно неочевидный, неинтуитивный ход ферзь c3. Все-таки ферзь становится под множество коневых ударов. И смею предположить, что этот ход тоже плод домашнего анализа. Сейчас уже, в свою очередь, слона a4, наверное, не столь выгодно. Потому что после конь e5, как-то слово начинает на a4 себя неуютно чувствовать. В партии последовало конь a4. Ферзь стал под бой коня. Поэтому почему бы не побить стемпом. Ферзь b3. И вот здесь вот один из критических моментов в партии. Что произошло? Почему Анишгири не узел коня на b6? Самый логичный, наверное, ход. Белые угрожают ладья бьются 6. Конь съел пешку на a4. Конь вернулся на защищенное поле. Ну, опять же, тут стоит только предполагать и делать какие-то выводы сложно. Только икрающий черными сможет ответить на этот вопрос, почему он не сыграл конь b6. Возможно, что-то ему не понравилось в варианте ладья c6 bc конь e5. Который, скорее всего, бы возник на доске. Но здесь черным бояться не надо. Надо смело бить центральную пешку, ферзь d4. И после конь c6 предлагать размен ферзей. Конечно, черным следует аккуратно своим ферзем здесь отступать. Например, какое-то неудачное отступление по линии d может парироваться сильно младя d1. Но после ферзи c4 может возникнуть вот такой вот забавный эншпиль с двумя слонами против двух коней. Но, несмотря на всю силу двух слонов, все-таки у черных лишняя пешка. И это дает им все шансы полагать, что для ничьей уж этой лишней пешки будет достаточно. То есть позиция примерно равная. У белых два слона сильная инициатива, у черных лишняя пешка. Ну и кони тоже бывают иногда очень сильные угрозы могут создать. В партии же, в партии конь b6 черные не сыграли. Они сыграли ферзь d5. Во время прямого эфира Александр Грищук отмечал, что это неточность. Почему? Потому что здесь, несмотря на то, что черные сделали все, чтобы укрепить пункт c6, ход ладья c6 все равно следует. И, скорее всего, анижгири просто просчитался. Он надеялся, что ладья c6 невозможно. Ввиду ферзь b6, конь e5, ферзь b5. И здесь, скорее всего, недооценил тихий ход ферзь c2. Очень сильный ход. Белые просто уводят ферзя от размена. Да, пока у черных лишнее качество, но очень сильна угроза ладья b1. Конь на а4, конь на краю доски всегда стоит плохо. Ферзь как бы связан с защитой коня. И здесь уже черным предстоит решить, предстояло решить такие серьезные задачи. Как защищаться от ладья b1. И вновь, вот не хотел конь отступать обратно с а4. И вновь здесь следовало пойти конь b6. Со второй попытки все-таки отступить на b6. Да, здесь уже это не так очевидно. Приходится считать какие-то сложные варианты. Но, с другой стороны, на слон b7 конь c4 надо найти. И белым тоже надо здесь играть точно. Потому что они без материала, без качества. И одно неаккуратное движение. Они могут остаться так и остаться. Без качества и без компенсации. Слон a8, конь a3. Здесь можно сыграть ферзь c7. Можно сыграть ферзь c6. Ферзь c6 с идеей прогнать ферзя с b5, чтобы он не уходил на e8, не защищал на f7 где-то в вариантах. Сложные какие-то компьютерные варианты. Например, ферзь e2. Здесь можно уйти слоном. Можно побить на c7. Ферзь c7. И примерно равная позиция. Хотя, повторюсь, черным здесь играть сложнее. Ладья f8. Потому что после ладья a8 следует внезапно ферзь f7, ферзь e6. И несмотря на то, что у черных лишняя фигура, конь f7, очень неприятная угроза. На ферзь h5 единственный ход, чтобы не проиграть сразу g4. И мы видим, что черные фигуры не скоординированы. Но все-таки после хода ладья f8 держат баланс черные. Хотя у белых сильная инициатива. И в практической партии очень уже непросто черным защищаться. Но возможно. Но было возможно. Однако последовало второе неудачное решение подряд в этой партии. Ферзь d5, конь d5. Какое-то ключевое поле d5 здесь для черных фигур было. И ходы на это поле были неудачными. Конь b6 было верным решением. Конь d5 же практически проигрывает партию. Последовала ладья b1. Ферзь a5. И здесь комментаторы указывали о том, что возможно было пойти слон e4. Попытаться ослабить королевский фланг. И лишь затем побить на d5. Но я думаю, что на самом деле Магнус не пошел слон e4. Ввиду того, что после слона e4 черный конь может вернуться на f6. И я думаю, что чемпион мира решил, что слон бьет d5. Более форсировано и достаточно для получения перевеса. Но здесь все-таки черные могли играть более цепко. Защищаться. Да, позиция неприятна. Они сделали выбор в пользу хода ed. После этого хода позиция практически проигранная стала. Можно было сыграть конь c3. И нужно было сыграть конь c3. Найти такой вот сложный ход. Не побить на d5. А ответить контратакой, контрударом. С идеей на слон b4 или на конь c4. Подбить на e2. Отдать коня за пешку. И затем съесть слона. Причем, возможно, ферзем. И вот эта позиция, да, с перевесом у белых. Две фигуры за ладью. Но белым предстояло бы еще продемонстрировать технику. И партия бы не закончилась таким вот разгромом. Буквально в 25 ходов. Более, наверное, кроме конь c3, еще было чуть-чуть упорнее ферзь d5 есть. Все-таки отдать этого коня. Выбить коня белых с поля e5. И опять же попытаться в этом мительшпиле с ладьей против двух фигур как-то сопротивляться. Но решение черных не отдавать фигуру понятно. Но проблема в том, что эта фигура на а4 очень неудачно расположена. Необходимо ее постоянно защищать ферзем. А белые после ладья b7 ворвались ладьей на обжорный ряд. Конь на e5 красавец. Ферзь f5 вечная угроза. Слон b4 тоже очень неприятно пограживает. Просто словли ферзя. Поэтому черным приходится все равно расставаться с материалом. Но в гораздо более неудачной редакции. И после ладья b7 позиция стала абсолютно проигранной у черных. Здесь сопротивление. Хоть Аниш Гирий пытался как-то вести и защищаться. Но позиция просто уже абсолютно проигранная. Ладья f8. Конь f7. И здесь Александр Грищук вот такой вот изящный спертый мат предлагал черным получить. Вот так вот красиво могла бы закончиться партия. Но партия закончилась менее красиво. Но примерно с тем же результатом. Ферзь d8. Симпатичный перевод ферзя. Пользуясь связкой коня. Но, к сожалению, для черных даже размен ферзей здесь не спасает их. До сих пор у черных лишнее качество. Но конь на 4 как стоял плохо, так и стоит. Как он не ушел на b6, так и остался просто наблюдать за происходящими событиями. Король h8 c6. Стремится пешка c в ферзи. Ладья fc8. c7. И страшная угроза. Конь f7. Конь d6. Перевод коня на d6 угрожает. Конь c3. Попытались как-то черные своего коня наконец-то вывести в игру. Здесь можно было пойти конь f5. Вот так вот симпатично пешку c укрепить. И затем, в конце концов, создать какую-то угрозу и напасть на ладью и выиграть. Например, вот таким вот способом. Какой-то я симпатичный вариант нашла. Конь бьет c8. Вот так вот могли белые выиграть. Но слон b2. Ход тоже, который сделал Магнус Карлсон, более чем достаточен. d4. Конь f7. Конь d6. Перевели белые коня на d6. Выиграли. Качество. Отыграли качество. Но вместе с качеством у них еще качество они отыграли. Материалы стало фигурного поровну. А вот пешечном материале белые явно превосходят. Две лишние пешки. И после конь e6. Слон e3. Аниш Гири прекратил сопротивление. Можно было еще немножко помучиться. Но он прекрасно отдавал себе отчет, что с двумя лишними пешками, без двух лишних пешек в Эншпиле против Магнуса Карлсона ему вряд ли удастся устоять. Такая победа. Интересная победа в каталонском начале. Да, к сожалению, к сожалению, не сыграл Аниш Гири конь b6 в самые необходимые моменты. То есть первый раз, когда конь пришел на b6, конь d7, конь b6, перевод был абсолютно верный. Ну а затем почему-то не на пятнадцатом ходу конь b6 черные не сыграли, не на восемнадцатом ходу тоже конь b6 вело к непростой уже позиции, но, по крайней мере, интересной, напряженной и примерно равной с инициативой у белых. Что же, не ставьте коней на край доски. Магнус Карлсон одерживает победу в этой партии. Ну а турнир только начинается. Впереди еще много интересного. И уже завтра будем наблюдать вместе с Александром Грещуком за третьим туром. Поэтому я прощаюсь с вами совсем ненадолго. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...